Десятый по счету День Героев Отечества сочинцы отметили в Доме музея Николая Островского. В Доме человека, который для многих поколений стал идеалом самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. Геройскими поступками сегодня могли похвастаться и все гости мемориального музея. В одном зале собрались герои как Советского Союза, так и нашего времени. В жизни всегда есть место подвигу. Эту крылатую фразу в наши дни подтвердил старший участковый отдел полиции Хостинского района Сочи. Владимир Новиков, рискуя жизнью, вытащил из горящего дома целую семью – трех детей и их родителей. Майор стал победителем проекта поступок, а из рук главы Сочи получил знак признания и почет сочинцев. Мне приятно, скажем так, увидеть настоящих героев, тех, которые уже далеко в возрасте. Я не думаю, что у меня поступок, а у них героические поступки. Я выполнял то, что считал нужным. Я даже не понял, что произошло. Вывел, вынес и ушел. Также я молодежи нашим желаю, чтобы прислушиваться к сердцу. А там, я думаю, каждый способен на поступок. И я думаю, что у нас еще будут герои в Сочи. Сегодня же сочинским героям вручили очередные награды, но уже региональные, за победу в премии «Имя Кубани». Лауреатом номинации «Боевое имя Кубани» стал сочинец Андрей Звягинцев, герой Российской Федерации, капитан второго ранга, руководивший группой водолазов, принимавших участие в подъеме затонувшей подводной лодки «Курск». Сам Андрей Звягинцев находится на службе, поэтому награду вручили маме сочинца. Лауреатом общественной премии в номинации «Трудовое имя Кубани» стала Вера Шибалова, заслуженный учитель РСФСР. Вера Андреевна посвятила образованию 59 лет. Каждый из героев просто выполнял свой долг, не заботясь о получении орденов и регалий. Мы направили 93 имени вместо 25. Вот такой у нас достойный город. И Краевая комиссия отметила этот факт, что ни один из 44 муниципалитетов Краснодарского края не представил такого большого количества имен. Но и те, кто не вошли в эти списки 25 человек, навсегда останутся в памяти, в истории нашего города, в истории нашего Отечества, потому что это действительно великие люди, благодаря которым процветает и будет процветать наша страна. Спасибо большое. Впервые День Героев Отечества появился в календаре в 2007 году, когда в Государственной Думе решили возродить дореволюционный праздник – День Георгиевского кавалера. Именно по этой причине в качестве даты для празднования Дня Героев Отечества была выбрана 9 декабря – день, когда в Российской империи был учрежден Орден Святого Георгия Победоносца. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.